где наши карты я там столько господи смотри на это 9 9 очень шикарно омагад сколько урона вы посмотрите на это вы на это посмотрите что я получу так стой что там а малыш малыш а ну остановись и так-то мы всем здорова легенда рунтер на ваших кранах вышло у нас дополнение да уже достаточно давно видосов не все не было ну что ж спешу исправиться будет у нас сегодня а гай детский по колоде и к зеленам из новых карт из новых колод точнее да единственное что мне понравилось это вот эта парочка да зелен мне еще с прошлого патча понравился ну и это просто богоподобие на самом деле механики просто шедевральные а но что хочу сказать когда патч только вышел да я сразу же побежал тестить эко у меня просто так же зад горел я ничего не мог сделать я тестил его в принципе в разных связках с разными регионами не только шури мы ни хрена не получалось думка в это говно а потом смотрел колоды которые другие собрали до ребята стримеры и так далее мне их тоже связки не нравились и в итоге я думаю ладно ладно надо тестить самому и вот что получилось то есть я долго замен было много и вот это я вам могу с уверенностью сказать мне кажется идеальный вариант колоды а тут все как надо все в нужном количестве и все идеально сейчас с вами кратенько пройдемся по всему думаю механики зила не стоит рассказывать да всем понятно что он там лав лапается когда взрывается две бомбы на его глазах да и дальше мы начинаем там куча карт себе возвращать в руку понятно что у нас сека я у нас наш засранец вот он эко статы прикольный до 4 атака с быстрой атакой и 2 хп что очень плохо всякие мистики всякое говно в него полетит до для этого специально у меня есть древние песочные часы вот именно для мистиков двое часов нужны чтобы сэвиться да они очень всегда хорошо помогают для это у нас есть часики чтобы его сэвить немножко смотрите когда мы наносим удар да мы создаем фокус со временем новая картишка которая замечательная карта мне она очень нравится предсказываешь да во первых ты за 2 маны делаешь предсказание во вторых ты сразу же вытягиваешь карту то есть это очень круто ты то есть эко генерит нам такие вот вытягивал кида карт очень хорошо условия лав лап у нас 5 предсказаний и пум по единичке каждой статьи и у нас предсказание становится за ноль просто колода на самом деле очень хорошо крутится вертится до ищет то что ей нужно в конкретной ситуации и очень много дров у нее далее при лав лапе мы замешиваем 3 копии карты управления временем да то есть мы воскрешаем всех своих союзников которые умерли в данном раунде и активируем рвение просто просто супер пупер да то есть мы можем совсем столом вражеским заменяться воскресить весь свой стол воскресить и пойти дальше атаковать понятно проекция у нашего эко какая а мы тянем карту до за 2 мана опять-таки тянем карту и замешиваем свою колоду одну копию карты параллельная конвергенция то есть мы отправляем самостоятельную атаку точные эфемерные копии каждого союзника то есть если на них есть баф и все это учитывается да а отправляем в атаку что это значит мы значит что мы призываем существ да и отправляем их в атаку это очень очень как господа очень классно комбиться с исследовательницы до ксенотипов потому что она призывается до дополнительно еще три бафа 3 3 вешает в колоду это очень очень классно с фиоскотом комбиться да потому что он дополнительные хекситовый кристалл замешает в колоду но больше тут у нас кар с призывом нету да поэтому вот с фиоскотом и с ксенотипами очень хорошо комбиться далее что хочу сказать я не знаю по какой причине никто не берет отдельно карту да просчитанный маневр себе в дэчку я не понимаю почему потому что во многих ситуациях это супер-пупер просто классно заме во первых ты дрогаешься да с этого во первых ты дрогаешься во вторых ты замешиваешь очень сильную карту я не понимаю почему ей пренебрегают и думают ой да ладно тому как есть проекции да я там с нее что-то получу но вы головой думаете вам часто 2 и к заходят в руку а как часто вы можете заставить своего и когда а как часто вы можете ладно вы вам зашло 2 и к в руку вы его засеяли допустим часами но она это все еще ману надо сэкономить это очень тяжело поэтому я аж целых три копии себе засунула не жалею вообще ни капли просто обалденные карты атаковать несколько раз по сути да ты атакуешь несколько раз но это даже лучше чем просто так пойти в атаку потому что ты дополнительные копии призываешь и замес замешиваешь себе там в колодку всякое-всякое дальше по чемпионам прошлись смотрите по существам 20 существ 17 заклинаний я скотт понятно да с хороший дроп ставим его и просто божественно что срабатывает при призыве повторюсь а замешиваемся фикситовый кристалл да быстрое заклинание которое наносит две единицы урона всей половине доски до врага там и чемпионом и бойцам и лицу ему все дамажим если мы видим этот кристалл в предсказании мы сразу же его тянем тоже классно дальше у нас что начинающий хрономант хороший дроп здесь предсказания до 2-3 статы нормально мне нравится безжалостная охотница разумеется для разменов каких-то точечных для такого быдла до наезды на кого-то кто нам не нравится просто отлично подходит статы замечательные устрашение плюс уязвимость даем супер исследовательница здесь просто мастхэв нам нужно бафать колоду нам нужно их держать на столе опять-таки если не хотите допустим чтобы а какой-то враг похилялся там да или нас чтобы нанес урон и получила в лап подставляете исследовательницу ксенотипов под нежелательного атакующего до кидаете на него песочные часы она прячется на следующий ход появляется и снова опять-таки дает свои бафы колоде имейте ввиду что такие вот а трюки есть да тоже супер к супер карта практичная перфекционистка на самом деле спорная карта возможно даже а можно без нее обойтись но мне вот кажется ребята ее используют не по назначению насколько я понимаю вот как мне кажется да а вот ее обилка создайте в колоде 3 копии выбранной карты имеет смысл использовать каких случаях когда нам убили во-первых там чемпионов да допустим всех и к нам нам убили или всех зилов убили мы можем замешать 3 копии до дополнительно понятно а во вторых мы можем сделать копии бомбочек зила понятно ладно это тоже более-менее приемлемо да чтоб скорее его баф ну плюс по сути это бомбочка она ну я бы не сказал что забиваете колоду потому что ты ее ставишь и сразу же вытягиваешь другую карту это еще нормально какой-то перебор колоды есть во вторых в третьих точнее разумеется замешивать все приколюхи и когда где у нас и к все приколюхи эхо управление временем и параллельную конвергенцию замешивать чтобы больше всяких всяких этих штук было вот больше ничего господа больше ничего не надо замешивать там крайний случай прям супер крайне если вам срочно нужно там два мести кшота да или еще сколько-то там чтобы добить и вы знаете что противник не будет хиляться вам в ближайшие ходы нужно найти там четыре урона допустим чтобы убить можете замешать окей но это прям крайний случай в остальных вот все что я вот три пункта которые я писал перед этим да вот только в этих больше не надо вы просто смотрите карта да но что-то не особо важное вы просто нажимаете там вот где вы ход передаете противнику да по сути туда нажимаете чтобы не замешивать карту не выбирать никакую потому что если вы карту выберете вы бы замешаете по любому копии замешивать говно не надо у нас колода и так постоянно забивается всякими всякими картами да поэтому делать ее еще больше не нужно просто просто не выбирайте то что вам не нужно все по существам прошлись да по заклинаниям термогенка понятно хорошее заклинание чтобы там что-то что-то убить да что-то неприятное убить а вещи пески предсказания и минус 2 к атаке для там разменов для чего угодно хорошо две штучки две штучки опциональная карта нормально древние песочные часы сказал сэвится где-то там финти да с ксенотипами очень круто я не стала использовать первое место силы с предсказанием она мне вообще дико не нравится просто параж какая-то я вот первый дроп у меня только фиаскот мне больше ничего не надо вот это вот ну шляпа я это не использую мне не нравится предсказание так достаточно эко быстро бафается а этот маховичок ну мне не нужен там через два раунда я это не использую у меня заповедники заповедники подроваться там да нам нужно перебирать колоду по максимуму чтобы искать там наши карты всякие до которые мы там замешиваем себе заповедники варигут 2 мистика неплохо 2 мистика ну просто не влезает можно было бы взять и 3 но я вот так вот сбалансировал колоду мне в принципе достаточно всегда когда нужно там убить какого-то охотника до босса нового а я всегда нахожу дальше прочитанный маневр рассказал хорошая карта во первых ты дрогаешься во вторых замешиваешь очень сильную себе карту в колоду пренебрегать этим не стоит я думаю она здесь хорошо сидит а фокусы со временем замечательное предсказание плюс сразу же вытягиваешь то что это там сена предсказывал тоже нормально и один ритуал отрицания его всегда достаточно вообще абсолютно всегда мы его всегда найдем если нам срочно нужно одной достаточно и афтер шок себе положил афтер шок положил в по той причине потому что очень много сейчас развелось алисандр да с этими столе и которые там бафают свои места силы и призывают много-много рабов до рабов короче рабов выговорить его рабовладельческий строй там возобновляют да ну мы люди вольные дамы за демократию мы все все их рабство там уничтожаем поэтому нужны афтер шоке в случае я вам даже покажу колоду ой колоду один матч я снимал от коменте его как получается контрить все это безобразие всегда вот скажу всегда-всегда старайтесь на этой колоде держать полный хотя бы две лучше с полную ману заклинание держать всегда абсолютно либо хотя бы две потому что нам всегда нужно мана он нам очень мало нужно особенно если вы играете против 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 той же самой лисандр стали там этот майн сел да кто кого обманин кто кого переиграет очень надо очень важно экономить ману что у нас по мулиганам по мулигану всегда оставляем фиаскота вообще всегда это очень хорошая карта до замешивать себе эти кристаллы да особенно против какой-то град и просто мастхэв фиаскот и зелено дам я и к часто оставляю я к часто оставляю начинающий хрономант тоже оставляя предсказание ранее тоже всегда пригодится если знаю что у противника есть там какие-то там точечные с пылой до неприятные часы оставляю в принципе у нас все такие ранние карты у нас очень смотрите как какой баланс да у нас 19 вторых дропов то есть тут что-то не оставь все но тебе пригодится просчитанный маневр я оставляю против долгих колод когда против них на долгой колоде если что-то быстро я откладываю до чтобы она пришла где-то более к середине игры там уже можно замешивать в начале тебе нужно как-то стартовать занимать короче стол занимать надо да исследовательниц тоже часто оставляю хорошая хорошая карта карта она всегда пригодится лишние бафы тебе всегда важны плюс 3 атака до против нынешних охотников вот это единичка я вообще просто в шоке я просто в шоке катаны вот это единичка да новая был джоторская билджоторская же да вот этот охотник 11 с устрашением которые там потом становится 71 с устрашением чем они думали когда они давали устрашение такую карте вообще дебилы просто дебилы я я я в шоке они я скорее всего скоро выпущу стебный видос по мете прикольный да там с шуточками со всякой хернёй надеюсь у меня получится сейчас просто с учёбой закончу господа товарищи и выпущу все это дело ладно что у нас затянулось тут затянулось вы кстати посмотрите посмотрите в какое говно я упал я хочу в железе там в серебре я не знаю где но просто просто ужас игра ко мне очень плохо относится и я к ней тоже на самом деле ну пойдемте тесте пойдемте тесте все погнали итак первый наш противник владислав baby don't hurt me don't hurt me no more владислав так у нас торгон и пилтовер да зои виктору боже какая гадость вообще просчитанный маневр и не нужно и к к к к к к к к часы я точно оставлю и который ну ладно оставлю такую руку вот я скот просто отлично потишь немного сделаем я скот просто суперски зашел нам так чита понятно где страшного хотя знаешь страшно на самом деле он себе замешал до 2 урона нанести потом у него будет еще три урона ману экономим не тороплюсь использовать заповедник ману нам всегда нужно сволочь в одном пасуем заповедник мы еще успеем сыграть у нас какой-то острый потребности в картах сейчас не имеется да поэтому поэтому так используем все на типы и все получается у него 5 маны будет 5 маны у нас чем двойной сделаем вот так вот сделаем и все ману мы все сохранили и к ставить или нет я вот не знаю у него скорее всего сейчас зайдет тот спелл да и мы им ударить вообще не сможем вообще никак может по самой пока подождать чтобы он что-то выставил может виктора выставить мы его притянем сразу понятно два урона ну в таком случае я могу их поставить цена типов конечно могу за сами часами но они так не жильцы на самом деле да как быть там ванка убивает мы с вами выставим и к пожалуй понятно теперь своими часами у него еще будет трехотачная до трехотачное заклинанием скоро скоро нужно нам как-то как-то засейвится потом по руке совсем просел выставлю зила за 2 маны он меня не убьет я сомневаюсь что у него есть еще один мистик предсказание первая наша да так часы просто супер часы нам нужны для сэйва да на следующем ходу нам часы пригодятся так 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 сейчас могу пропустить блин могу урона да не надо ману всегда сэйвить поэтому я пускай пускай даже вот так сделаю и вот так пускай ману мы не засейвим сделаем предсказание блин а я же там что-то я же там часы находил да какое предсказание чё сейчас сделал ладно я же там часы находил зачем я сделал предсказание замис пыл его немножко ну ладно так теперь и чем теперь чем надо его убить сейчас он скорее все будет свой заклинание швырять да махты вон как она я сожгу себе кристалл вот так наверно тогда пускай меняется если хочет правда мне теперь эко не заселить на следующем ходу никак но ничего страшного ничего страшного разберемся где у него там виктор то две бомбы есть надо найти другого зила потому что сейчас он скорее всего да убьет нам всех у он всю ману на это потратил что-то как-то слабо он играет нужно найти еще одного и зелена мы его бахнем что у нас там есть фиаскод да ну давай наверно фиаскод сразу выставим его наверно или нет или заповедник поставить заповедник поставим фиаскод на следующий ход у нас выйдет предсказание так себе надо зила сейчас даже играть нечего особо я сейчас на предсказание просто так отдам лишь бы найти что-то что-то нужное нам да давай попробуем найти ну хотя бы ксенотипы ладно хотя бы ксенотипы ловкач не страшно что для чего это все я не понимаю зачем он там атаку дают но хотел виктора бафнуть века мистик сюда кинул а зря-зря-зря-зря-зря-зря-зря-вот же даст хп-шки он хп-шки даст зачем ошибка ошибка ладно мистик просто казал немножко ошибся ладно две бомбы есть отлично осталось дело найти и бафнуть его а вот и виктор да а вот и гаденыш виктор 8 могу нанести если буду делать предсказание то могу нанести шестерона да а вот и виктор он может магический щит дать спокойно пофигу мне не страшно я рискую он мог магические щиты из вот нормас нормально это мы пропустим не страшно все пас ну а это там тоже пропускай я это устраивает отлично так что у нас тут есть давай-ка мы замешаем себе конвергенцию туда вытянем картишку еще один маневр что ж такое у кто у нас тут вылезда я не понял а чё а чё это значит чё это значит чита чита было чита было чем там 10 раз это все использовал я тоже не понял сюда вам не кажется что у него слишком много хп до 19 аж так фиаскот у нас два бафа аж получил давай-ка мы фикситовый кристальчик себе оба на стал есть отлично зелен тоже есть да супер ставим зеленом еще один божий мой еще одна бомба мистик возьмем пускай будет ой мы туча надамажим ему да вот это классно главное чтобы это сволочь не бафнулась а то он начнет там а за 0 мега о магад о магад чем там получает отдалите другим союзникам плюс 2 плюс 2 не слишком ли жирно тебя блин не то кого куда зачем сколько 12 ибо чертила ты как как он это нашел почему он именно это нашел я не понимаю ктаны я не понимаю как вот как блядь рандомная карты вот эту хуйню нашел ебаный торгон понятно пересели господа да товарищи с озера данной мф понятно понятно ну ну чем и чем и чем и скажем вам да рука в принципе хорошее я ее оставлю все это дело нам пригодится до чтобы изничтожать гадов термоген кнуть слишком много уже многовато чё-то капелька теперь без эзотерики до крутится вертеться ему не получится на халяву поэтому поэтому послабела немножко колода ну пускай наносит ладно уж два урона наше лицо как-нибудь переживет фиаскот вот фиаскот просто мастхэв да как можно раньше их надо замешивать против таких вот дебильных колод единственное что это все таки иония да у них могут быть атоминикусы но так фиаскот и как раз таки мы манку сэкономим да давай отлично пойдем в атаку сразу я думаю он не будет отдавать свой существ дан он желоб ему обилка этого гада пригодится кстати он ману потерял да очень даже хорошо давай теперь чего не вот про этого вот про эту суку и он говорил аху а ну он все равно не сможет до баф свои получать окей это безобразие ладно ладно так я с этой могу много урона получить на самом деле да такая мистик него кинул чтобы лишний урон не получать чёного будет сэвить ладно супер вот эту гадину нечего чё он его не не отправляет чем боишься боися мощно он ударил меня конечно очень мощно ладно теперь еще теперь еще теперь еще теперь чем мы можем эко выставить да я думаю настал момент когда можно его так теперь еще идем в атаку так вот тогда и вот так тоже давай пошли дыма же чего понятно начались махинации да незаконные и к мой удар не нанес жалко я кстати 3 урок термогенка давай использую я короче мэвку шоку короче ждем чтобы ему не хватало маны на отменник узнать ждем выжидаем давай использую а я знал читай создайте карту а вон чё откуда у нее эта хрень понятно версари блочим так и не надо блочить сколько мы зачем два урона получать данного нашему нормальному счету не будем лочить смотри а теперь мы в тушатаем все до свидания ты нам не нужна так отлично живем часы просто супер сэйви тека очень важно сужая за мне нравится так я скотт бафнут его жир давай ставь еще чего-нибудь кого что ты делаешь дурила дурила картонная так опаснее всего мне кажется этот люркер да давай мы его заберем потому что у него устрашение моего блочить не можем и и все вистово атаку нафиг на кого сюда притянем или даже сюда до 2 у так наверно все понеслась чон возвращать будет снова или даст ударить 1 хп остается чем если мистик найдем мы еще что-нибудь и все и кранты тебе интересно у нее есть возвращение домой или станы но все равно читает что попахивает его габелушкой да ну ну я вот так сделаю наверное чтобы еще один из всех хексид замешать не теряется существо такое сильное так сейчас еще предсказание сделаем и найдемся чем полезненькое да на следующий ход может быть даже хексид найдем гадость гадость но из всего этого я думаю стоит взять на вещи писти дополнительное предсказание а ну и все окей завершаем сейчас еще один хексид замешаем тут уже сколько получается у нас 3 их там да по моему 3 по моему 3 так давай-ка мы ей понизим атаку и глянем что у нас там есть фокус со временем так пока окей пускай он нападает на нас сейчас мы кого-нибудь где поддадим да вот так вот и вот так вот и выставим себе заповедник чтобы дробнуть карточку там у нас будет дополнительное предсказание да ищем по максимуму хексид создайте карту наверху колоды зачем кого чего еще это зачем это давай мы себе еще предсказание сделаем сможем сможем или нет не моего по-любому сможем вроде да вроде по-любому сможем ну потеряем эко потеряем эко но предсказание себя получим нам туда бита осталось чуть-чуть совсем давай предсказывать просто да блин не то все это дайте мне хексид хексид чё там просчитанный маневр не то может получится противник сам сдался ладно это не пошло у него да это чё за чудовище фриль йорды сумрачные без без чемпионов не раз там боющая бездна да поэтому я афтершок оставлю термогенка чемпионов нет термогенку скину два хрономанта мне не нужно на старте ну наверное ритуал пригодится я вообще понятия не имею чуть-чуть за связку мне кажется это через вы еще бездну нам я фиоскота выставлю чем раньше тем лучше и манус экономим а добись своего до ладушки оладушки он он свою миссию выполнил миссию выполнил так ищем все на типы обязательно просто обязательно больше без насколько там 5 мало стоит до на следующий ход она может и выйти в принципе если он через нее будет играть лавина какой прикол какой в этом прикол я просто буду дамажить ходить он наверно суда паучка будет до что половиной убить надо да надо да ладно что с тобой хотя можно было сделать предсказание неправильно незала неправильное сделал блин ошибаюсь катаны ошибаюсь надо было просто предсказание сделать ладно черт черт бы с тобой а мы там что предсказывали или нет заповедник ну термогену заповедник поставить давай выставим он пускай свою бездну ставит не ставит я тогда дальше предсказываю храноманд 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 давай пускай будет храноманд ok теперь еще замешиваем и предсказываем самое главное вам показать механики с конвергенции да и с со временем этим потерянным как там управление временем дальше предсказываем давай ксенатик блин там 76 был жирный чуть и не доглядел немножко ладно ладно давай кому так сделаем чтобы еще баф раздать супер супер осколки вообще бесполезные все на 2 еще на дамажем у чем она собирается убивать неотвощая бездна блин мантер не хватает мой обманул меня обманул да я знал дожди подожди ей же вроде 5 маны сделали я что-то путаю какого чем по вытянул да ладно вытянул чем по у него у него диспелов нет вообще поэтому так смотри смотри чем для наши бойцы удар бойцу во время атаки бездну надо убивать стопудов прям стопудов надо убивать ее нельзя ему давать вытягивать чемпионов я лучше пропущу а твой немножко урона блин вот так сделаю или не надо или получить от него 5 урона план давай получим зачем ему тролльские на пиво по сути да зачем они ему нужны не нужны правильно у него сейчас нет ему не нужны на пиво супер все разрулили разрулили все это дело так теперь за вот так проклятую щель и ради бога я снова спрячу в часы по моему чё это да спрячу сейчас часы снова ну это конечно отъедет а это должна вроде бы выжить я вот точно не уверен вызовет она или нет но вроде ущелье должно раньше сработать до выжила так теперь у нас есть предсказание хилиться живет до пускай где наши карты я там столько в господи смотри на это 9 9 8 шикарно пускай man тратит не хочет да ну он не знаю 9 9 9 9 все сейчас в лицо пойдем омагад сколько урона вы посмотрите на это вы на это посмотрите что я получу так стой ты там а малыш малыш она остановись погоди не торопись не торопись не торопись всего габыла есть сукин сын и так там давайте я от камень что для вас видос еще один к сожалению сожалению сначала записать его не удалось я понял что тут может быть что-то интересное только какого с третьего хода до поэтому давайте посмотрим у нас противник талия и лисандра у нас третий ход у него два раба уже да а мы себе уже кристальчик один вытащили ничего из предсказанных карт мне под данную ситуацию не нужно поэтому я решил пропустить предсказания я делал нарезку потому что противник очень долго думал вот он тут немножко ускорил оба своих раба да и все тут он что у нас будет делать а лавина ну лавина так лавина не стал я часы использовать хотя можно было конечно и кота засейвить часами но не стал не стал хотелось бы скорее зелено бафнуть выставил бомбу хоть и на пустой стол пофигу вообще вот это я наверное зря делал нужно было экономить манку да заповедник зря я в данной ситуации поставил потому что какой-то необходимости в лишних картах не было а вот мана может и пригодится мы ищем вот что мы ищем автор шок как только я его нашел сразу же без раздумья взял в руку сейчас я вроде бы ксенотипа поставлю да но все таки опять таки я тут еще не понял что нужно на колоде экономить ману и можно было и без этого противник ставит вот тут ситуация изначально я подумал что он очень слабый игрок да и зачем он ускорял а сколько там на 3 или на 4 вместо силы которые на следующий ход уже вылупиться да какой в этом смысл тем более ладно если бы его ход был он бы мог атаковать но нет я думаю лучше было же раба с пятеркой до ускорить что по него бы у тебя вылупились но это конечно разумно было но у него была та самая карта против которой я взял афтершок я это сразу же заподозрил и и и вот она хорошая да большое будущее благо у противника 3 маны они 4 ему не хватает на ритуал отрицания я сразу же прям сразу же кидаем у афтершок и радуюсь прям ну конечно как же тут не обрадоваться вместо 1 раба могло бы сразу же три вылупиться да и все и тебя пронесли моментально но афтершок себя оправдал не зря я его положил себе в колоду хорошо он спасает что против браума складом да конечно кроме случаев когда тебе три подряд заходит здание да и тебе просто ну не чем больше ломать тут заблочились аккуратненько и все и пропустили зеленый естественно давать не хотел а вот и бафнули зелено это будет единственная катка где он у нас бафнулся ничего он тут нормально себя покажет сейчас будем предсказывать дальше до или я буду замешивать я уж и не помню что это делал конвергенции наверно замешивать буду потом уже предсказывать до решают замешать конвергенции потому что карта очень сильно если она вам зайдет это просто а а жесть особенно когда у вас ксенотип есть на столе еще котяра да вот смотрите на слой противника какой мощный на самом деле сколько у него всего еще раб александра стоит инквизитор два раба еще этих которые вылупиться скоро по сути выиграть кажется нереальным да а у нас еще у нас просто зил бафнулся и там сидим картишки предсказываем да тасуем как наперстники наперстники кручу-верчу запутать хочу главное самому не запутаться тут мы вон 5-6 вытащили ништяк существо более-менее жирная до чтобы блочить раба а я вытащил зила с предсказания хотел бафнуть своего чтобы он у меня пожирнее стал но я что не подрассчитал картишки у меня сгорел бывает и такое 5-6 естественно подраба отдаем а ксенотипку тоже в размен а зила блочи мы в часы прячем он нам очень важен очень нужен сейчас можно просто огромное количество ресурсов получать с его помощью поэтому стараюсь его сохранить всеми возможными способами урона в итоге мы два урона получили не страшно да продолжаю дальше замешивать к этим как они там конвергенции тоже папа на выдумывая до словечек своих тарабарщины какой-то тут еще и часовщик вы посмотрите у кого его стол александра бафнулась часовщик китайм джампы есть у него чтобы ускорить ускорить своих рабов я решаю лучше я сейчас убью лисандру вот пока пока есть возможность давай-ка я сейчас убью только я тут немного перепутал порядок нужно было сначала кристалл разыгрывать потом уже мистик в данном данной ситуации я потерял один дамаг потому что стойкость сожрала единичку до с кристалла можно было немножко лучше но не не страшно главное наша главная цель сейчас это была убить лисандру мы это сделали тут вот здесь вообще я не понимаю зачем он сделал зачем он одно и то же там джампами ускорил мог бы и семерку да вот здесь у него просто дикий мисплей просто ужаснейший мисплей надо было ему ускорять оба а не одно предсказываем дальше тут я выберу эко хотелось его на столе у себя заиметь да тем более он скоро level up несу же весьма полезно но я не помню по какой причине я его не ставил то ли я боялся то ли я боялся лавины то ли чего ну что то я его не поставил можно было конечно сразу же замешать себе эти какие со временем тоже кит штуки но я решаю зачем-то бомбу поставить зачем непонятно видать хотел продамажить инквизитора на один да чтобы мистиком его забрать или еще чем-то а у него выходит еще один инквизитор тут мне надо просто существ для блока себе выставлять хрономант вот у нас и конвергенция да то что нужно главное под конвергенцию наставить себе на столе как можно больше существ безжалостная охотница тут я немного замисплеил наверно хотя в принципе правильно сделал но рискнул хотя даже не знал что рискал потому что я всегда забываю что я уже что-то предсказал и положил себе что-то важное да наверх колоды но тут повезло и снова конвергенция выпала поэтому хорошо по сути все правильно сделано данным и дома на дома жили инквизитора на 4 урона до чтобы бомбочка его добил на следующий ход по сути все правильно тут он еще осколки сейчас кинет чтобы наш 43 умер тоже тоже понимаешь что нам лучше блокеров не оставлять итоге у него как он смотрите сколько карт нам зелен вернул это просто жесть и конвергенция наша пришла благо хоть не сгорела зеленом заморозили смотрю что там у нас есть смотрите просто а бесподобно вот прям то что нужно если бы не этот кристалл мы бы здесь не отдыхались вообще не кристалл нам просто спас жизнь еще одна карта сгорает хотя ритуал отрицание на самом деле тут особо и не нужен он мог бы пригодиться в случае если у противника есть ритуал отрицания и он бы сыграли да как бы обезопасить и разыгрывание нашего кристалла но ничего бомба бомба выбираю термогенку чтобы избавляться от рабов все пошел в атаку а мы как будем тут делать конечно рисково да может быть у него какие там бафы на хп есть или еще что-то но используем блочим все что можем да и используем свой кристалл и понижаем атаку рабу очень хорошо что у нас вернулся зелено предсказание туда которая минус 2 атаки делать иначе мы бы уже отлетели противник остается один раб всего лишь да а одна карта которая может разыграть а у нас просто полная рука всякого дерьма тут наверно стоило не бомбу выставить а тройку до лишнее существо нам было бы кстати тут зелено теряем на самом деле он уже нам много 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 всего оказал помог нам да и и очень хорошо по сути все таки вот некая сейчас кажется я смотрю на эту катку не лучше было бы сыграть тройку чтобы было что на столе потому что у нас в руке конвергенция да и нам нужно на столе иметь существ чтобы задамажить и задамажить тут ставит он ущелье но это его не спасает у нас два мощных существа у нас есть конвергенция да на все это хватает дело сейчас мы два раза про атакуем и все габелла конвергенция хорошая карта все-таки мне кажется ее недооцениваю не знаю какие причины не берут она очень хороша просто ради интереса глянул учетом предсказания там у нас еще и пачка когда управление временем две штуки аж то есть мы как ни крути его бы вынесли хотя нет нам надо было в этом ходу убивать да потому что он бы на нас ущельем из себя дома жил и мы бы сдохли но любом случае очень хорошо что так все получилось kindred kindred элиза элиза давно и не встречал уже забыл как именуется до данный персонаж что у нас тут есть автор шок вряд ли там будут какие-то здания к оставлю заповедник скину хрономанта оставлю мистик мистик я даже не знаю против кого тут мистик может пригодиться ксенотипы хорошо вот когда понятно надо от этого избавляться как можно раньше давай сразу кинем мистик не раздумывая зачем нам тут существо 33 так пас далее у нас что пойдет что пойдет что пойдет зелен пойдет у нас дальше зелен у нас дальше пойдет на тени карста ты охуел ладно что мы будем предсказывать жалостная охотница да как-то не нужно но мне покажет хотя против киндре она пригодится да поэтому он давай когда выйдет киндра нам очень пригодится охотница пропускаем чем 5 ход 5 подключей 4 5 5 5 его ладно теперь 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 эко эко получим предсказание наверно используем его сразу что нам нужно еще вещи пески пригодятся я думаю да хотя мистик против вами с возьмем против отродия скорее всего у него киндра выйдет я вот думаю так я более чем уверен что не выйдет киндра и он будет пытаться на он будет пытаться как-то сожрать да будет пытаться как-то сожрать кого-то зилы я терять не хочу сколько тут урона 89 урона да много много урона выставим ксено типа как-то будет он меняться нет мне вот интересно не хочу зила терять от марки боля у него вон чу есть от сука ебаная у него два таких зилы ладно мы по-любому теряем до кей ну пускай сколько у нас там два из пяти да а я чё все предсказывал на или нет я не помню не помню что я потерялся блин расстроился немножко давай мы сделаем как пока маневр будет хорошо если сразу же его и вытянем на будет прям очень хорошо быть просто замечательно все-таки это фрильер да там могут быть эти самые чё это ты чё сдурел дядь ты вообще сдурел че творит негодник но сейчас он все потеряет это был вообще максимально плохой мув от него и сейчас резко преимущество ко мне перешло так делаем и все 7 урона он получает у нас там два из пяти мало предсказаний блин надо еще больше ну мув плащи дебильный какой-то был даже мистики есть ты чё ты чё дядь ты чё творишь сена типы зил и часы на всякий случай да блин три маны как хорошо что эта карта теперь три маны стоит на самом деле вот у него уже и 44 ресурса осталось да а сам особо он еще на это уже не разыграет так у нас 88 маны ксенотип зиллиан если что часы давай зиллиан бомбы хорошо на самом деле давай ну мне кажется это уже не надо мы на следующем ходу можем можем и победить вас бомба так все у нас там есть ритуал отрицание пригодится ритуал отрицание пригодится пошли дамажить наверное надо еще одно предсказание сделать чтобы к бафнулся давай на на проекцию к так отлично у него интересно есть это самое погибель у меня ритуал отрицание есть на всякий случай да поэтому не страшно все вот так пошли в атаку не знаю как он будет туда дефаться так и тогда макей окей сейчас будет шикарно если мы себе предскажем это самое управление временем давай-ка мы его предскажем будет прям супер вы прям супер пупер думай скорее скорее думай скорее думай ой блин эти ства 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 что он думает что он думает я ващую кэккэккэккэккэккалон страны откуда у него очень самоцвет взялся вот этот самоцветный мудрец чуть-то а я понял понял эти самые с хрипом до предсмертным понятно что у нас там есть о магат бро но это габела будет он еще ману тратить у нас как раз чей-то у нас как раз маны да на управление временем и на диспл какой-нибудь если что-то неприятное будет ну все это габела это габела не 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 еще одного блокера ты все не получишь и не подробишься вот так вот все на этом наверно я думаю закончим да господа уж подустал я что-то часа два наверно записывал много каток записал во всей красе как всегда у меня не получается до показать это нужно нужно играть без записи точнее без комментирования просто записывать катки уже красивый камень ну и так достаточно этого хватит колода хорошая господа но если вы хотите что-то вот мне говорят да колода говно она там не тащит во первых это колода она скиллозависимая нужно прекрасно нужно хорошо ориентироваться до знать оппонента знать какие те карты нужно искать тут всегда а именно вся фишка в переборе в поиске у тебя очень много поисковых инструментов тебе нужно точно знать что тебе нужно в данной ситуации искать а это не просто как эти дебильные охотники до ставишь карты идешь атакуешь и все если вы хотите супер колоды которые побеждают вот сюда заходите до таблицы лидеров вот он этот а алан зк он еще кстати на ютубе стримит вот заходите можете его смотреть вот на этом говне играть у меня господа у меня то что то от чего можно получить удовольствие от этой колоды реально можно получить удовольствие она побеждает вот так я выговорился рекомендовать ее не буду вам собирать да потому что она дорогая на самом деле она дороговато вроде бы да тут у меня можете просчитанные маневры не брать но мне с ними нравится играть если вы хотите фана собирайте собирайте просто безусловно вам понравится надеюсь что то я вам смог рассказать надеюсь вы после этого видоса по-другому посмотрите на эту колоду заиграете да она хорошая вот как всегда будет в описании ну что спасибо за ваш просмотр ставьте там лайк я не знаю пишите что нибудь извините меня пожал что долго нет видосов ой тяжелое время у меня вот 14 июля учебный год заканчивается последний экзамен издаю и все и будем спокойно заниматься нашим каналом просто чуть-чуть чуть-чуть господа чуть-чуть осталось подождите пожалуйста я понимаю что вы устали что вы ждете я вас прошу еще чуть-чуть не что спасибо еще раз за просмотр всего вам хорошего не болейте в это тяжелое время не переживайте все у вас будет хорошо всего вам прекрасного доброго до встречи пока пока а